Добрый день, дорогие друзья! Меня звать Антон Анастенко, заслуженный мастер спорта по игровому спорту. Место дислокации моё сейчас в Палаганский район. Я нахожусь у своих родителей, дома, так сказать, на изоляции, на картине уже длительное время. И в данный момент у нас проходит онлайн-тренировка по игровому спорту. И я собираюсь провести её сегодня с вами. Конечно, спасибо большое нашему министерству спорта Умской области, которые смогли сегодня довериться мне. И я сегодня буду с вами проводить эту тренировку в таком формате, в каком, я думаю, оно будет проходить. В данный момент я могу сказать так, что она будет проходить по игровому спорту. И нужны, безусловно, гири любого образца, любого веса. Но если уж нет таковых, то можно посмотреть, ознакомиться с какими-то моментами, которые позволят бы вам в будущем выполнять, скажем, упражнения в гиревом спорте на более разнообразнее, более эффективнее, более точнее. Если, конечно, есть какие-то у вас вопросы, вот, вы можете писать, задавать и, скажем, в личном контакте я могу на них ответить. Ну, с чего начинаем. Ну, хотел бы вам сказать, что сперва, ну, маленечко истории по гиревому спорту. Многие, конечно, относятся скептически к занятиям в гиревом спорте, потому как, ну, считают, ну, что такое гиря. Гиря, гиря – это вид снаряда, который, там, не позволяет развивать никакие группы мышц. Это все однородно, это все однобоко. Ну, могу сказать, что в гиревом спорте несколько дисциплин, такие, как классическое двоеборье, которое состоит из толчка рвля у мужчин, длинный цикл эстафета, рвк у женщин и силовое жанглирование, которое развивает любое, все качества человека. Ну, самый главный акцент, конечно, в гиревом спорте делается на силовую выносливость. Как у гиря, у любого среднего мастера спорта, ну, скажем, она очень должна быть на высоком уровне. И тренировки в гиревом спорте мы, конечно, вмещаем именно с кроссовой работой. С кроссовой работой мы бегаем также очень много кроссов, порой чередуем, порой это бывают восстановительные кроссы, порой это кроссы на время, на скорость и так далее. Но тут все зависит от процесса тренировочного и от тренера, что он хочет вам дать, какую нагрузку. Без слова, мы начинаем с разминки. Ну, нужно просто небольшую разминку, размяться, да, начинаем с верхнего плечевого пояса, да, разнообразные скучивания делать. Скажем, я уже там более размятый, уже подготовился к этому процессу, да, было время, да, вот. Искучивание, наклоны вперед, наклоны в зад, наклоны в стороны и так далее. Всякие круглые движения делаем, разогреваем плечевой пояс, который, в принципе, нам будет, ну, очень нужен, так как в гиревом спорте задействованы практически все грудные мышцы, но вот плечи, как бы тоже и плечевой, верхний пояс задействованы практически, ну, процентов на 670 гиревом спорте. Вот, и сегодня мы с вами разомнемся, прыжки на месте, скажем, да, различные скучивания прыжков, так же в варианте мы делаем. То есть разминка может занимать от 5 до 15 минут. Порой может быть такое, что в процессе разминки ты уже чувствуешь разогрето свое тело и можешь приступать к тренировке, но все индивидуально, зависит от разных качеств. Так же можно использовать, скажем, пульсовый монитор, который, в принципе, я использую. Вот, ну, в данном момент у меня пульс составляет 13 ударов в минуту. Ну, может, что, в принципе, как бы уже организм разогретый, да? Вот, мы делаем небольшие еще упражнения, доделаем наклоны вперед-взад, влево-посередине-вправо, так же выгибаемся. Как в любом виде спорта, мы провели общую разминку со своим телом, попрыгали, поразминали свои суставы, мышцы. А теперь специализируем нагрузку, так сказать, нагрузка именно с гирей. Ну, вот я буду использовать гирю 16 килограмм, это уральская гиря, которая у нас всеместно есть во всех залах сейчас, очень доступный снаряд. Вот, и как верить? В период пандемии, в период коронавируса, в продаже гирь увеличились в 4 раза. Ну, это связано с тем, что народ все равно занимается, все-таки тренируется. А вот, к вашему вниманию, выполняем махи, выполняем махи перед собой на прямой руки. Если, допустим, смотреть сбоку, то движение вот таким образом происходит. То есть, в этом упражнении задействуются мышцы спины, мышцы ног и руки. То есть, мы за счет прокачки пытаемся вносить гирю как можно дальше, примерно на уровень прямого луна, до лица, до шеи, так сказать. Еще раз показываю упражнение. Также оно может обучающим быть для многих молодых пандемий, которые только начинают заниматься гирьем-спортом. Потому как в нижнем положении оно следует движение маятника, что как бы тоже очень хорошо, ну и позволяет отработать какие-то фазы, функции различные. Махи попеременно каждой рукой. Ну вот тоже такая маленькая фишка в гирьем-спорте, что в принципе нужно начинать упражнение со слабейшей руки. Так как я правша, ну вот, я буду начинать упражнение с левой руки. Со слабейшей руки. И потом также буду доделать упражнение правой рукой. Махи проходят, ну скажем так же, в свободном режиме. Так же, как я делал мах двумя руками. С выходом перед лицом. Поменяли проекцию. Пока это разминает с гирями, у меня с возможностью поговорить, пообщаться, рассказать, может быть, маленечко по истории гирьевого спорта. Вот так, в сбоку. В сбоку. В сбоку. Закончим упражнение. Ну, значит, в гирьевом спорте у нас, скажем, есть своя история, которая связана именно с прошлым веком, с позапрошлым веком. Вы все знаете, что в Советском Союзе была доминация штанги, классической штанги. И упражнения с гирями, так сказать, не в гирьевом спорте, а с гирями в тот период, позволяют вызывать какие-то дополнительные возможности, укреплять какие-то дополнительные группы мышц после какой-то трамы, в момент восстановления и так далее. И тангисты того времени повсеместно используют гирю в своем процессе тренировочном. Скажем, и первые соревнования всесоюзные по гирьевому спорту, где уже была гиря как снаряд, прошли в 1948 году, прошли не в Москве. Собрали много спортсменов, приехало на данный турнир 55 спортсменов со всей его союза общего. И могу сказать, что результаты были не очень большие, потому как они были совместно со штангой шли. То есть выполнялся рвок, толчок гири и также выполнялись упражнения со штангой. Вот. И первое упражнение, конечно же, было рвок как в штанге, а потом уже постепенно-постепенно поменялось. Продолжаем наш урок. Выполняем движение заброс. Заброс гири на грудь. Поднимание тоже обратите внимание. Рука ложится на полосе. То есть в плане движения с замахом, с заносом на корпус. Как бы слегка амортизирую. Помогаясь. В момент, когда гиря выходит наверх, я пытаюсь за счет руки и спины вытянуть ее к себе на туловище. Что-то происходит в принципе. С этого ракурса, конечно, больше и лучше видно. Я вот начал с правой руки. А сейчас вот слева начинаю работать. Может какие-то моменты более доступны будут вам. Сначала разминаем саду гири, чтобы допустить общее тело. Вот. Также можно, не прекращая, поменять руку и выполнить упражнение. Толчок. Толчок движения. Гиря идет наверх. Седом тулыща под гирю. Подсел, встал. Упражнение так выполняется, скажем, в классической стойке. Классическая стойка это вот мой плеч. Скажем, рука стоит насчет подвздошной кости. Также, да, это вот положение стартовой позиции в гирмонспорте. И вот выполняем. Подсели, встали. Опустили. Подсели, встали. Опустили. Поменяли позицию. Также левой рукой. Можно не прекращать, также выполнить упражнение. Рывок с выносом гири над головой. Проносом между ног. Вынос над головой. В данном движении также работают практически все группы мышц. Подействуем рука. Полное объеме кисти. Плечевые мышцы. Мышцы спины. Вверх, вниз. Ноги тоже помогают, потому как идет прокачка внизу. Выносишь наверх. Смена гири. Ну, сегодня, в принципе, можно с вами провести интервальную тренировочку. Потому как она занимает не так, что много времени. Вот, в процессе тренировок. Дело в том, что интервальная тренировка позволяет где-то существенно сэкономить и в самой тренировке в общем режиме. Потому как мы работаем по времени и, скажем, отдых между подходами и сам подход, выполнение с гирями, он строго регламентирован. То есть у нас есть время, на которое мы акцентируем внимание. Допустим, скажем, минутный интервал. Минуту толкаем, минуту отдыхаем. Минуту толкаем, минуту отдыхаем. В таком режиме, скажем, можно выполнять до 10, до 15, до 5 подходов. В зависимости от того, как ты хочешь повлиять на свой организм. То есть, в принципе, ну, вот вы видите, да, что у меня площадка, буквально, ну, там, 2 на 3 метра, которая позволяет выполнять упражнения с гирями, ну, повседневно. Как я хочу и что я хочу, так сказать. Все зависит от потребителя. Ну, как вот сегодня, да. Скажем, если есть возможность у вас использовать ремень тяжелотилитический, конечно, в принципе, можете его использовать. Берем ремешочек, одеваем его на таз. Вот вы видите, что я говорю ремешочек. Маленько зашел подальше, чтобы вы видели. Делал ремешочек и могу теперь выполнять упражнение. Я, к вашему вниманию, выполняю упражнение в длинный цикл с забросом из носа ног на гирь между ног, выходом также наверху. Скажем, упражнению и дисциплине в длинный цикл чуть более 30 лет. Первый раз это упражнение стало доступно в общем формате при Советском Союзе на 1989 году, где я в городе Талси. состоялся первый чемпионат Советского Союза по длинному циклу. Поэтому, ну, это может быть наиболее динамичное самое упражнение дисциплины в германском спорте длинный цикл. Так как тебе дается 10 минут времени, и ты за это время должен успеть сориентироваться, что ты хочешь за этот промежуток времени на помосте. Вот, как правило, соревнования проходят в таком формате, что выступает 6 человек, вот, единовременно помостах. Есть электронное табло, и вот, и в процессе наступления каждый спортсмен, каждый соперник видит своего оппонента, сколько он толкает, какое время. Для этого у нас сейчас есть электронное табло, которое также посеместно используется у нас на соревнованиях и в тренировочном процессе. Вот, ну, в принципе, для наиболее удобного, скажем, течения тренировочного процесса можно использовать на какие-то либо записи, чтобы ты понимал, как ты адаптируешь себя в тренировочном процессе, с каким темпом ты толкаешь и так далее. Ну, в принципе, можно взять простую ручку, простую планшетку и записывать какую-то информацию. Да, скажем, я вот распределяю по минутам, мы сегодня с вами поработаем, скажем, 5 минут, ну, в таком режиме 3, 4, 5, вот, 5 минут. Куда я буду подходить, записывать каждый, скажем, подход. Вот, сейчас я буду выполнять упражнение толчок в течение 1 минуты. Ну, скажем, вес гирь пока будет 16 кг, вот, и постепенно мы попытаемся с вами разогреться и дойти до, может быть, более тяжелых гирь, ну, скажем, двух профессиональных. Вот. Как всегда звучит, контрольничает время, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Выполняю упражнение толчок, как я уже сказал, с подседом, с точной фиксацией, с опусканием и так далее. Просьба следить за дыханием, выполнять все более качественно. При опускании гири на грудь я пытаюсь сделать выдох, и, конечно, я не могу. То есть, полностью, как бы, очистить свою грудную клетку от кислорода. И в течение столкновения с гирьем на грудь я делаю легкие, короткие вдохи. Как бы, останавливаю себя. Движение толчок идет из посыла от ног. То есть, я ногами разгоняю, первое движение сел, вытолкну, подсел. То есть, как таковых, два подседа. Один мало, другой большой. Большой подсед, встал, фиксация, фаза амортизации, фаза отдыха, скажем, на грудей. И снова. У нас прошла минутка. Мы отдыхаем. Я записываю количество подъемов. Ответ, сколько я сделал за минуту, чтобы понимать, сколько мне нужно сделать в следующем минуте и так далее. То есть, демоконтроль, он очень необходим в тренировочном процессе. Как для молодых спортсменов, это особенно важно, так и для более опытных профессионалов. Сейчас я буду выполнять упражнения длинный цикл. Я постараюсь комбинировать свой процесс, чтобы задействовать все упражнения в геревом спорте. Скажем, ну, первое упражнение толчок, второе упражнение длинный цикл, затем вспомогаю какие-то упражнения в виде забросов я поделаю для вас. Упражнение рывочек. Каждой рукой по одной минуточке. Вот. Ну, и в течение этого процесса мы с вами будем вести диалог, беседы и так далее, где вы сможете, может быть, узнать более много информации о геревом спорте. Минута, и я начинаю упражнение длинный цикл. Заброс на грудь, толчок, опускаю и так же толкаю. Постарайтесь гири опустить в одном движении синхронно, на амортизации, скидывать их вниз. Делать ошибки в этом движении, допустим, забрасываю гири на грудь, то есть увеличить амплитуду движения. Что затрагивает, затратит очень много силы и в итоге спортсмен, ну, скажем, может сделать меньшее количество плоденок, чем я запланировал. Упражнение сбоку. Пусть там забросил. Топнул. Прошла минуточка. Отдыхаем. Можно так же померить свой пульс. В данный момент можно замерять пульс за счет пульсометра. Он составляет 25 ударов в минуту. 126. И можно так же, скажем, дедовским способом старым на шее, на артерию, на щепоте. И в течение 10 секунд определенное количество раз умножить на 6 промежутков. Да, ну вот. Поэтому я так же сейчас запишу свои подъемы. Записываем. И могу отметить, что первое упражнение было толчок, второе длины цикла, чтобы более информативно для вас. Сейчас я буду выполнять упражнение заброс с жангирь. Как бы это одно упражнение из УФП, но и, в принципе, как бы специализированное упражнение части длины цикла. Заброс. Сжим левой, сжим правой. Снова сброс. Прокачка между ног. Левой, правой. То есть, да, нам упражнение укрепляем мышцы спины и мышцы плечи. Когда гирю вниз, я работаю, скажем, спиной, ногами. И когда я жму, у меня работает, скажем, плечо-пояс. Трицепс. Может, на плане движения двумя руками. Сбоку еще раз, чтобы посмотреть, где забросит. прошла еще одна минуточка. Вот такие интервалы проходят у нас в гиропорте. Скажем, они могут быть как скоростные, как работа на технику и так далее. Ну, запишу третий подход. Качество днемов. Заброс. Допустим, закрещу на буква Z. Плюс жим. Жим. Выписал. Сейчас я буду выполнять упражнение рывок попеременно каждой рукой и попробую показать какие-то специализированные, может быть, скажем, в течение этого подхода упражнения, которые позволят вам, скажем, тренировать рывок более разнообразно. Разнообразно в своем режиме. Это можно сделать и перекидкой разнообразно. То есть, левой рукой, правой рукой какое-то количество подъемов разли и потом менять на протяжении какого-то времени или разов. Но сегодня с временем вот мы работаем по времени. Начиная с левой руки, слабейший также. Вырываю над головой, фиксирую. Свободная рука находится у меня в произвольном режиме, скажем, работы и полета. Вот. Показываю сбоку. То есть, допустим, когда я выполняю упражнение рывок с верхней позиции, я отклоняю туловичу назад. То есть, тем самым, уменьшаю, скажем, амплитуду падения гири. То есть, рост в метр восемьдесят, скажем, от головы до, скажем, окончания руки, скажем, до десяти, еще где-то примерно на тридцать сантиметров. То есть, я надводись, поднимаю гирю. За счет уменьшения отклона тела я уменьшаю амплитуду. То есть, я это делаю за счет, скажем, спины и ног. То есть, я отгибаюсь и спиной, и ногами. Раз. Сделал движение. Также вверху отдела поворот кисти, кисть, поворачиваю гирь и, скажем, гиря падает перед собой. То есть, ты уже можешь контролировать. Смена рук. Так-так прошла. Одна минута. Я поменял. Смена происходит произвольно в воздухе, на запахе, на опускании. Ты свободной рукой подхватываешь гирю и также продолжаешь движение. Вот, как видите, так же выполняю. Но свободная рука также находится произвольно. Вот. На коем случае на сорваниях не разрешается делать таким образом, потому что эта команда, ну, скажем, может быть для судей и вызвать негативные эмоции. Также вырываю за счет произвольного движения между ног. Выхожу вперед. Можно сделать также такое движение. Мах. Один. Мах. Второй. И вбрось. То есть, как бы, это уже более такое тренировочное упражнение. демокративаем мах, кач, работу спины. скажем, крепляем кисть. Вот, прошло еще время. Две минуты. То есть, я минуту работал левой, минуту работал правой рукой. Так же записываю. Записал, определился, чтобы был у меня рвок. Вес гири поставил. Определенно так же. Вот. И, скажем, с этими знаниями я отхожу к следующему упражнению. Да? Ну, скажем, в гиревом спорте можно использовать разнообразные, скажем, методики подготовки к соревнованиям, либо по выполнению какого-то разряда классического и так далее. То есть, мы используем посемственно различные вес гири. Ну, скажем, вот 16 килограмм, как видели, есть у меня в моем арсенале это старые, скажем, гири. Вот еще они достались, скажем, от деда. Вот. Вес 4 килограмма. Вот они в паре. Вот эта гиря, скажем, она более другая. Вот. Вы видите, да? На ней указана цена. Цена 7 рублей и 60 копеек. То есть, как бы, вот те гири, которые упускались еще при Советском Союзе. И как, если владеть информацией, у нас, скажем, гуру спорта, это по истории и игревого спорта. В общем, рассказывал, Владимир Семенович, он рассказывал, объяснял, говорил в свое время, что при Советском Союзе более 80 завод по всему Советскому Союзу выпускали гири. Вот. И, как это было тоже с его стороны сказано, для народа простого не хватало гири. Даже, в принципе, если вот я где-то в интернете нашел такое объяснение, что гиря была прекрасным, значит, дополнением интерьера Советского, Советской комнаты. Гражданина, который проживался в какой-то там любой коммунальной квартире, хрущевке и так далее. То есть, она где-то стояла и занимала свое место. То есть, дополнение интерьера, так сказать, она должна была быть у каждого гражданского, нормального, советского человека. И вот у нас также, ну, есть, скажем, разный на бургерь. Вот. Вот есть такая, 24 килограмма. В принципе, тоже все разное. Видите, у меня их, скажем, три штуки, все они разные. Есть более тяжелые гири, тренировочные, 28 килограмм, которые мы используем на своем процессе. Тренировочные. Есть 30 килограмм. То есть, как видите, деление идет через 2 килограмма. Вот такой нехитрый набор. Ну, скажем, красные монстры. Это 32 килограмма. Вот. Скажем, ну, есть старые тоже гири советского образца, перемотанные, заполненные песком. Вот они разборные. Вот видите, здесь болт, который позволял, скажем, изменять весь гири. Ну, это не сколько лет, но они еще рабочие, как видите. Ну, скажем, к вашему вниманию, хотел бы выполнить упражнение рывок без гири за килограмма. Ну, вот, скажем, я оттолкался, да, отциклился, и, скажем, в рывке уже можно снять ремешочек. Почему я в рывке не использую ремень? Потому как, скажем, это очень амплитудное движение, а ремень у нас, скажем, стесняет дыхание, во время упражнения, скажем, рывок, потому как, ну, скажем, рывок, наиболее амплитудное упражнение в спорте. Если мы в толчке затратим, может быть, на упражнение, скажем, на движение гири вверх, может быть, 50 метров, 70, зависит от роста, от длины руки, и так далее, то есть мы выгибаем, скажем, ну, локоть, и вот на это движение у нас выпрямляет, скажем, гиря вверху, то в рывке у нас, ну, скажем, более двух метров идет амплитуда, потому как ты ее промокнуть между ног, выносишь наверх и идешь, скажем, с полной фазой вылета на свои головы. В этом уроку наиболее такое амплитудное движение в гиревом спорте. Я бы даже, ну, сказал, одно из самых амплитудных во всех этих спортов, потому как даже если взять какие-то из спорта, там, скажем, игровые, да, ну, как бы, более такой амплитуды, конечно, нет в гиревом спорте, то есть выход наверх, так далее, то есть и удары, там, может быть, в боксе, они строго ограничены, идут по какой-то траектории, да, так же, как и вот в гиревом спорте, но, скажем, движение очень большая, поэтому затративаемая энергия, также соответствует этому упражнению, но, если ты используешь маятник, скажем, ты облегчаешь себе какое-то техническое исполнение этого упражнения, я сейчас хочу вырвать буквально раз по 5, по 7, чтобы мы тоже оценили, посмотрели, скажем, техническое исполнение, вот, начиная так же с правой руки, если возможности есть, можно использовать магнезию, да, магнезию в этом руке, вот у меня тоже есть коробка специальная, коробка, в которой у меня идет обработка, в руках и так далее, обработал, скажем, да, так сказать, освежил их, и начинаю выполнять движение, также выполняю по команде 5, 4, 3, 2, 1, старт, и выношу гирю на руке над головой, вышла, фиксация, счет звучит, допустим, 1, и пошел, 2, 3, 2, 3, 3, если вот можно сзади оценить, скажем, за моей головой находится банок, и я так же отгибаюсь, можно посмотреть, каким образом происходит вообще движение, то есть я отогнулся, гиря пошла перед собой падать, отогнулся, перед собой, скажем, и сбоку, и сбоку, смена, также и сбоку, закончить движение, поставить гирю перед собой, также можно остановиться, пообщаться, и, скажем, заключительная часть тренировки, это общая физическая подготовка, ОФП, где мы так будем выполнять ее с гирей, ну, потому как, это гирю спорт, и все упражнения, должны быть адаптированы, именно под, вашей спорта, вот, не забывая, также, про пульсометр, смотреть свой пульс, после, скажем, рывка, пульс поднялся до, скажем, 140 ударов, в минуту, за такой небольшой, кажется, подъем, тем не менее, как бы, пытаемся, две-три минутки, вот, и могу рассказать, что в гиреон спорте в последнее время наметилась, скажем, положительная тенденция в развитии, так как у нас за последние, скажем, 15, очень увеличилось, увеличилось количество стран, количество спортсменов за рубежа, и вот в данный момент гиреон спорта занимается на всех континентах, которые есть у нас на нашем земном шаре, начиная от Австралии, заканчивая Канадой, Бразилия, Мексика, Чили, Аргентина и так далее, даже маленькие страны, там, ну, скажем, Куэльс, Новая Зеландия, Коста-Рика, имеют в своем арсенале, скажем, ну, спорозалах, фитнес-центрах, также гири, и они востребованы, что очень, самое главное, для нас, для русского человека, скажем, да, для нас, для россиян, так как это наш национальный спор, и мы гордимся, и вот, сказать, что наши национальные спорты будут увлекаться еще за рубежом, но об этом, я думаю, лет даже 20 назад много не размышляли люди, потому как он был разве только в Советском Союзе, в наших бывших союзных республиках, Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, и так далее, а вот за пределы Советского Союза он вступил, скажем, после распада нашей большой страны, великой могучей Советского Союза, и наши выходцы из России, так сказать, Украина, Казахстан, поехали, скажем, во все страны Европы, где не смогли основать и продолжили занятия деревом спорта. Вот, и в данный момент дерево спорта, скажем, является, ну, может быть, очень востребованным, так же и пола. Могу сказать, что, допустим, женщины в Америке занимаются даже гневом спортом больше, чем, ну, понятно, что здесь уже роль играет какая-то своя, но, тем не менее, я был на соревнованиях как-то раз и увидел, что из стадии спортсменов было 70 женщин и только 40 мужчин. У нас же, в России, понимать, ситуация другая, у нас доминация мужчин идет в нашем спорте, и женщины, как бы у нас дополняет, разбавляет нас, но, тем не менее, у нас тоже есть определенные перспективы в этом плане развития, надо двигаться, надо искать какие-то точки развития дальнейшего, положительного для женщин и так далее. Вели длинный цикл и на последнем первенстве России среди юг, которая проходила в Сургуте, можно было увидеть, что девчонки 14, 15, 16, 17, очень активно выполняют движение длинный цикл и имеют очень приличные результаты. В толчке двух гир 16 кг. Поэтому, я думаю, что перспективы развития у нас будут. Также, если у нас в данный момент люди из-за границы женского пола, такие, допустим, как Кимбрили Фокс, который выполняет подъем двух гир 23 кг под 70 за 70 раз. Под лидерку, то есть не каждый парень так сможет сделать, но тем не менее, они начали раньше, мы начали позже и на развитие женского гиревого спорта. Ну, скажем, сейчас будет интересно посмотреть развитие нашей советской школы гиревого спорта, как мы сможем адаптировать, скажем, работу с девушками уже на более профессиональный уровень и, скажем, работу заграничных мастеров. Выполняю упражнение кроссфит с гирями. Ну, вот я сегодня хотел бы вам показать такую серию, она будет состоять из нескольких упражнений, скажем, три упражнения я буду делать с гирями и одну, допустим, буду делать, выполнять в классическом стиле со своим телом. Вот. Использую гирю 16 кг, делаю упражнение восьмерка. Восьмерку делаю с проносом, с прокачкой над головой, то есть таким образом я делаю круг в одну сторону движения, стараюсь приседать ногами, прокачивать гирю над головой, вот. В этот момент я крепляю мышцы рук, работать верхний плечевой пояс и с проносом над внизу работают также ноги. Поменять в другую сторону делаем движение. То есть, как вы понимаете, я делаю круг в одну сторону, круг в другую сторону. То есть, символизирую восьмерочку. Делаю, допустим, какое-то определение в одну сторону и в другую. То есть, здесь в одну можно сделать сторону, здесь в другую. Следующее произведение называется солнце. делается оно значит с проносом за себя. Я выношу гирю за себя и перед собой. Солнце село, солнце встало, село, встало. Видите, гири соответствуют солнцу. Многие держим, скажем, узко. Вот. Пробежим к себе, пяточки вместе, носочки в рот и выполняем движение. Допустим, можно сделать еще такое упражнение. Раз, к себе гирь, раз, к себе. Раз, к себе. Раз, к себе. Задержаться, сесть. Снова, ушел. Задержаться, сесть, встать. То есть, комбинации, в принципе, можно выполнять различные уровни, различных характеров. Закончим упражнение солнца, следующий упражнение прокачка. прокачка. Скажу, что упражнение солнца также работает у нас руки, работают кисти, но держание гири перед собой. Работает плечевой пояс, спина и также ноги на скручивание. Прокачка. Хват гири от себя. Вот таким образом я показываю. Делаю большой прокачку. Выношу над головой, прокачиваю, скажем, трицепс, работаю ногами, спиной. То есть, в этот момент работает максимальное количество групп мышц тела. То есть, работает трицепс, плеч, но держание кисти внизу работают ноги. То есть, нам будет такое динамичное тоже упражнение. Показываю сбоку. Закончить упражнение с гирями. И, в принципе, можно сделать либо какие-то прыжковые дополнить упражнения с пола, с отпрыгиванием наверх. Либо, допустим, те же отжимания от пола. Сейчас в этом режиме будет не видно, как я буду сжиматься, потому как камера не позволяет заснять более все в полное изображение. И, таким образом, я выполняю это несколько серий. Допустим, я сделал одну серию, сделал вторую серию, третью и так далее. Здесь уж ты сам регламентируешь порядок упражнений, да, скажем, очередность и какой-то интервал времени отдыха между ними, количество повторений и так далее. Вот, можешь делать по времени одни за другом. Можно, допустим, делать с отдыхом. Одни упражнения по второму. И так далее. Ну, допустим, какие еще мы используем упражнения в гире-борте? Тяга гири к подбородку. То есть, укрепляется у нас плечевой пояс, дельтовидные мышцы. То есть, я выполняю упражнение таким образом. Дал гирю, скажем, на 4 килограмма. Я гирю перед собой, спина прямая, плечи назад. Делаю, значит, тягу гири до подбородка. Делаю тягу до подбородка, к делу вдох. Вдох, выдох. Вдох, опускаю, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Сбоку, аж. Тягу гири к бородку. Также, скажем, можно комбинировать это упражнение с различными, скажем, видами бурпий, отжиманий и так далее, чтобы записать как можно групп мышц. Вот. Что еще можно сделать с гирями? Делаем также стальную тягу. Ну, в принципе, делать, если мы в домашних условиях, да, скажем, и нет возможности заняться, скажем, полноценной штангой, штанга у вас в зале, зал закрыт. Вот я использую лом, простой лом. Вот такой лом, он классический тоже. Лом сейчас достался от отца Советского Союза. Вот. Что мы можем сделать? Какие упражнения с гирями можно выполнить с простым ломом? И вот гири, скажем, можно прокачать бицепс. Я просовываю, скажем, ну, нежную дужку основания гирь, и делаю такое упражнение, тоже классическое. Ну, как видите, наверное, чуть подальше отойду. вот, не выйдем. То есть, все как бы просто прокачиваем руки, качаем бицепс. Ну, так как бы, для уже уфупе, для таких, скажем, любителей, покачаться с гирями, а не классических упражнений. Вот. То есть, весь гирь 16-32, и лом, ну, килограмм 7 весит. Например, килограмм 40 на штанге. Ну, и к сбоку. При просьбе обращать внимание за равновесие, чтобы, скажем, в мире не попадали сломы, здесь уже нужно смотреть и понимать, чтобы не причинить себе, так сказать, ущерб. Можно сделать также ту же тягу, тягу, именно сломом подбородом. Здесь уже хват будет шире, разнообразнее, так сказать, упражнение и к себе. Ну, из этого положения можно же выполнить упражнение наставную тягу. Д-дв, как говорится, по-английски. Спускаемся вперед, прогибаемся. Также смотрим за телом. Здесь у нас работает разнообразная группа мышц. Спина у нас прямая, грудь смотрит вперед, плечки, лопатки сведены назад. Дополнение движения. Хват, скажем, классический внизу. Ну, и так далее. Что мы еще можем использовать в своих упражнениях? Она, скажем, показала небольшой комплекс именно с рабочим ломом, который, думаю, есть, ну, скажем, у любого очень нормального мужчины в гараже, либо дома, в деревне. Поэтому, просьба вообще использовать этот центр. Прямо, прямо сегодня можно начать. Если уж, как вы поняли, я нахожусь в гараже, который оборудован под спортзал. То есть, здесь, в принципе, сделано все, чтобы я успешно занимался именно один на один у себя дома, готовил себя к каким-то состязаниям. Королей спорта, который, может быть, состоится у нас в августе, наконец, в Щербакуле. Поразо не знаю, в каком режиме он пройдет, но будем надеяться, что мы победим коронавирус. Что еще можем использовать? Смотрите, я использую простое колесо. Вот оно дисковое, простое, желательно использовать не шипованное колесо, простое, чтобы резина была летняя, липучка, и поранить свои руки. Также можно делать разнообразные скручивания дисковым колесом. Скажем так, над головой, пропускаем ее, как я показывал, восьмерка, в различном режиме. Также вынос за себя, влево, вправо, парнос между ног, вынос над головой, и таким образом мы выполняем все это также подъемно. Например, те же, скажем, приседания с диском, с кольцом. То есть я делал приседания и руки над собой. вот таким образом мы выполняем движение. Раз. Я приседаю и над собой делаю подъем. Два. Три. Четыре. Пять. Ну вот, как бы, как бы так. Как бы так. На данном упражнении задействуют у нас мышцы рук, чё, пояс, ноги и так далее. Дыхательная система. Ну и, скажем, обязательно, обязательно. Ну вот у меня позволяет, скажем, высота моего гаража специально взяла, чтобы я мог повисеть, расслабить свой позвоночник. То есть в конце тренировки обязательно задействуйте упражнение на расслабление, вот скажем, на релакс. После, скажем, упражнений на мышцы брюшного пресса. Да, мы делаем, что мы делаем какое-то вот есть упражнение, я, допустим, повисел, как мы видели, расслабил позвоночник, покрутился влево-вправо. Вот. Ну и всё. Встряхнулся. И делаю следующее. Делаю упражнение, растяжу, растягиваю мышцы плеч, да, потому как плечи работали, всё равно я делал какие-то жимы упражнения, движения сжал от себя и так далее. Поэтому плечи нужно порастягивать трицепс вот таким образом. Рука за себя, да, на локоточке и кинул в бок либо в зад. Также левая рука то есть всё делаем параллельно. Вот. Порастягивали трицепс, порастягивали плечи. Да. Таким образом можно также растянуться без беда. Уждные мышцы порастягивали. С кучами поделали, разнообразные наклоны, склоны, ну допустим, по растяге мышцы ног. Вот таким образом может быть сейчас будет видно. Взахлёст беру ногу и тяну. Носочи себе, спине тянуть вверх, за ягодицу также правая нога. Ну, вот упражнения вы можете выполнять дома повсеместно в период изоляции, карантина. Что могу сказать? Будьте здоровы, дорогие мои друзья! Берегите себе! Занимайтесь, конечно же, гиревым спортом и другим видом спорта. Будьте разносторонне развиты, храните свою семью, будьте здоровыми! Ну и участвуйте в выборах! Вот так, спасибо! Всего доброго! С вами был Антон Анастенко, заслуженный мастер спорта по гиревому спорту. Все, кто меня слышал, видел, большое вам спасибо за ваше потраченное время, за те моменты, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok,